Шалом, дорогие друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами комментарием выдающегося мудреца Торы, который жил во второй половине XX века, Рава Шимшуна Давида Пинкуса, на нашу недельную главу. Он начинает свой комментарий с цитаты из нее. «В тот самый день все воинства Господа вышли из земли египетской». Шмот 12.41. В этом стихе мы видим новое имя, которым назван народ Израиля – воинство Всевышнего. Смысл понятия «армия» в том, что нет реальности каждого отдельного индивидуума, но все вместе объединены для служения царю, и все их деяния записываются на его имя. Солдат знает, что его задача – получать указания. У него нет собственного мнения и личной оценки происходящего. Его долг – подчиняться и выполнять. И все его действия – это действия осуществления воли царя. Поэтому, когда царь Давид завоевал Арам на Араме, Арамцова, только ему была предъявлена претензия свыше, хотя он не один вел войну, поскольку все действия солдат считались его действием. При выходе из Египта народ Израилю достоился быть названным армией Всевышнего. Все казни и чудеса в Египте, вплоть до казни первенцев, в которой раскрылась сама шхена, сама рука Всевышнего, внедрили в сердце евреев абсолютную ясность и понимание веры во Всевышнего и в его управление миром. Они предались ему в руки, став его рабами, когда любое действие засчитывалось в заслугу их царю. Поэтому они считались солдатами в армии Творца Мира. Наша обязанность поддерживать эту позицию и эту роль. Каждый еврей обязан стараться, чтобы из его деяний и поступков было видно, что он раб Творца, солдат армии Всевышнего. Точно так же, как каждый, кто видел нашего прородца Авраама, видел Бога Авраама, связанного с ним, поскольку все его добрые деяния и преданность людям делались именно в рамках служения Всевышнего и демонстрировали всем, что есть в мире Бог. Об этом говорит Медраж о Рабби Шимоне бен Шетахе. Рассказывается, что Рабби Шимон купил у одного человека осла. Когда он привел осла домой, вдруг обнаружил у него на шее драгоценный камень. Рабби Шимон бен Шетах взял этот камень и вернул продавцу, сказав, «Камень принадлежит тебе, ведь я заплатил только за осла». Обрадовался продавец и воскликнул, «Благословен Бог Шимона бен Шетаха». Движущий силой этого праведного поступка, который совесть не обязывала его свершить, был не поиск почета или еще какой-то выгоды. Это было лишь глубокое ощущение преданности Всевышнего, что осветило Бога Шимона бен Шетаха. Когда еврей поднимается на такую высокую ступень порядочности, он свидетельствует, что есть Бог в народе Израиля. Когда человек из внешнего мира входит в Бейт-Мидраш, он ощущает, что вошел в святое место. «Ведь вся реальность учебы Торы и молитвы провозглашают славу Небес. Весь жизненный путь человека Торы должен быть путем подъема и укрепления владения собой, и из этого будет видно, что он преданный раб Всевышнего и его Торы». Таков комментарий раба Пинкуса. Я желаю нам всем быть верной армией Творцу. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok